После концертов во Франции, Австрии, Германии, казахстанская пианистка Женя Убакирова выступила на родине Великого Шопена. Для польской публики приезд всемирно известной артистки стал настоящим подарком к столетию независимости страны. Моя коллега Шолпанна Найманбаева побывала на вечере классической музыки. Летняя резиденция польских королей, дворец Вилянов. Здесь, в историческом здании, построенном больше 300 лет назад, состоялся концерт знаменитой казахстанской пианистки. Женю Убакирову хорошо знают в Варшаве. Она давала мастер-классы и концерты. И даже награждена за вклад в культуру государственной наградой Польши – Золотым Крестом. Этот концерт ждали с нетерпением. Депутаты, зарубежные дипломаты, представители бизнеса, а также этнические казахи, проживающие в Польше, пришли насладиться ее выступлением. Я так отдохну. Я просто летал. Потому что после такого высокопрофессионального исполнения, когда просто вы уже не чувствуете здесь, а вы просто летаете. Это великолепно. Я поздравляю, потому что я сегодня наслаждался. Долгие годы я не слышал такое выступление. Спасибо вам. Это отличная идея организовать такой концерт, особенно сейчас, когда наши страны отмечают знаменательные даты. Прекрасный концерт, очень высокий уровень. Во время концерта у меня просто захватывало дыхание. Я думаю, нужно почаще проводить такие вечера. Это был очень красивый концерт. Я был очень рад послушать Шопена в исполнении казахстанской пианистки в дуэте с филончелистом. Этот концерт показывает, что отношения наших стран с каждым днем становятся все лучше и лучше. И это касается не только культуры, а также бизнеса и других сфер. На концерте, посвященном 30-летию творческой деятельности Жене Оба Кировой, прозвучали произведения мэтров классической музыки Фредерика Шопена и Франца Шуберта. Казахстанская пианистка, немецкий велосипедист Давид Герингас и молодой скрипач Ержан Кулебаев исполнили три сложнейших полотна. Виртуозность наших музыкантов буквально заворожила зрителей. Восхищенная публика долго аплодировала стоя, а артисты снова и снова выходили на бис. Мне кажется, вы видели, как принимала. Это особенно приятно, потому что это заключительный концерт нашего турне. Ну, конечно, Варшава для нас, Сырца Шопена, мы не случайно здесь сонату Шопена играли. В таком зале это резиденция польских королей, летняя резиденция. Это атмосфера для классической музыки. И, конечно, в таких залах я уже играла здесь, и возвращаться очень приятно, и играть приятно, и вдохновения много. Варшавским концертом завершилась европейская турне Жани Аубакировой, но впереди насыщенный график. Уже через несколько дней она выступит в Китае, после в России, а в планах на будущий год гастроли в Японии и странах Европы. Шолпан Найманбаева, Милослав Лариновский, Хабар, 24, Польша.